Всем привет, у микрофона Каби, и сегодня я хочу предложить вашему вниманию игру между Блайем и Спешелом. Игра проходила в рамках американского ESL Open Cup за номером 43, это на самом деле предпоследний ивент, но вот руки до него у меня дошли сейчас, и там образовался интересный кусочек сетки. В одном матче сыграли Блай и Спешел, а победитель выходил на победителя пары с Киллоус Дарк. Может быть кто-то что-то слышал об этом розыгрыше, кто-то может быть и нет. В любом случае давайте посмотрим эти матчи, по плану у меня записать все три, ну и вроде бы там не должно быть проблем с тем, чтобы достать реплеи, поэтому все должно получиться. Ну и начинаем по хронологии с противостояния Блая и Спешела. В правом верхнем углу появляется Александр, Хуан появляется слева внизу, соответственно американский турнир, американский сервер, но в данном случае примерно одинаковые условия, одинаково неудобные, может быть у Блая чуть хуже. Он в целом часто жалуется на пинге на американском сервере, но продолжает там играть исправно на ESL Open Cup, потому что в общем-то не самая серьезная часто бывает конкуренция, но в последнее время корейцы стали тоже заходить фармить этот ивент. Вот даже Дарк, несколько розыгрышей выиграл Солар, что-то выиграл партинг, в общем, совсем-то уж, конечно, легких прогулок нет, но пытаться надо, пытаться надо. Открывается Блай через Хэтчери Газпул в этот раз, Спешл играет спокойненько в Рипер ЦЦ, карта Оксид, в принципе, карта довольно большая, с рампой на хайграунде, ну, в смысле, тьфу, с рампой на натурале, поэтому более-менее удобно здесь защищаться от всяких прохладных историй, которые Блай своему сопернику может предложить. Они со Спешлом, в принципе, нередко встречались, и, конечно, прекрасно знает Террен о том, что у Блая есть очень много агрессивных стратегий, но именно что их довольно много, поэтому по дефолту от всего защититься, пожалуй, тяжело. Надо разведывать. Тем не менее, Рипера посылает Спешл только в качестве первого разведчика, рабочим он не ездил, могли бы быть у него неприятные минутки, если бы оказалось, что там ранний пул, но в итоге раннего пула у Блая нету, и он решил играть спокойно, надежно через хэтчеры. Но дальше мы видим продолжение в Роуч Ворон, при этом у Блэчика только один газ, поэтому, конечно, он будет ограничен в количестве роучей, а самое главное, что он не имеет возможности заказать мув лингом. Но Рипер-то погиб, и из-за этого Спешл не может запрыгнуть наверх и увидеть ни того, что добывается газ по-прежнему Тренарабами, ни того, что скорость лингом не заказана, и поэтому ему придется реагировать, не имея толком информации. У Спешла тут вот такое продолжение, он строит отдельный реактор для факты, то есть он, честно говоря, похоже, что по наличию, вернее, отсутствию, по отсутствию Критумера и по первой опухоли заподозрил, что соперник может сыграть агрессивно, и поэтому оставил именно барак на реакторе, чтобы получить больше морпехов. Здесь второй барак вообще есть, можно с него построить. А, кстати, не мародеров, Спешл строит, он заказывает стимпак, и, по сути, он как бы выходит на дабл дроп, да, ну, такой может быть не самый ранний из возможных, но в любом случае это билд не самый сильный против роучей на самом деле, потому что может пехоты просто не хватить. Ну и вот в итоге приходит от Блая 2 реведжера 6 роучей, 4 линга первых, те, которые были построены изначально тоже здесь, они без скорости, но в любом случае чисто боевой силы очень много тут Блая, дальше у него заказ на оверлорда, кстати, непонятно зачем, большой запас по лимиту, видимо, мисклик, и Спешл просто сразу признает свое поражение, такое вот начало, быстрые 1-0, но матч до двух побед. На карте Романти Сайт проходил сет номер 2, в правом нижнем углу появляется Блай, он ведет. Ну и на этой карте, по идее, еще лучше должно быть играть оборонительные стили, но с другой стороны тут есть, конечно, свои тонкости, тонкость номер 1 это весьма здоровый мейн, весьма здоровый натурал, то есть тут надо... С одной стороны как следует законтролить его, с другой стороны зергу без скорости овером тоже при некоторых билдах бывает сложнее разведать, если он все-таки пойдет в какой-то стандарт, и Терран уже будет выбирать какие-то агрессивные опенинги, вроде Гелионов с синим пламенем, так что здесь у Спешла тоже есть инструменты, но самое главное ему, конечно, дожить вообще до этих стадий, потому что Блай часто раньше игру выводит в какие-то свои странные сценарии. Снова Барак Газ играет мексиканский Терран. Ну и Блай спокойненько пока что ставит хэтчери Газ пул. Вообще Блай говорил мне, что у него сейчас такой полуотпуск, скажем, то есть он играет турниры, но помимо них не особо много тренируется, но вот вроде бы как раз сейчас он из этого отпуска уже вышел, кто-то мог видеть, что на Твиче появились ландерные стримы от него, я, кстати, наверное, как обычно оставлю в описании ссылки на его трансляцию, если вы хотите посмотреть от первого лица, как все эти билды исполняются. Ну и, соответственно, этот турнир вроде бы был еще все-таки в рамках отпуска, именно поэтому у нас некоторое время уже не было EU-шоу, потому что просто мало игр, соответственно, мало выборки, каких-то супер матчей. Вот этот матч я не включаю в EU-шоу, потому что тут, ну, Блай не посчитал нужным кидать этот, ну, эти игры, эти реплеи, как там прям вот что-то прикольное, супер неожиданное. То есть тут я больше в киброспортивном формате хотел его показать, просто вот как кусочек ESL Open Cup, кусочек сетки предфинальной. Это матч четверть-финал. Соответственно, в полуфинале вот победитель будет играть с победителем пары скилоуздарк. Мы тот четвертый канал тоже посмотрим и полуфинал посмотрим. Вот такой у меня план. Как раз займем вот эту неделю, последнюю DreamHack'а, но потом уже можно будет полноценно над каналом поработать, когда кончатся марафоны. Анонсировали TSL 6, возможно, я его смогу показать. Ивент варди уже начался, прям параллельно DreamHack'у, поэтому с ним, к сожалению, никак. И GSL SuperTournament уже известно, что будет в начале декабря. Спонсоры моего канала уровня мастер и выше, кто уже подключил Google Диск, те могут посмотреть, в календаре уже появился SuperTournament. И другие ивенты сразу же тоже появятся, как только будет инфа. Если вы спонсорно не подключили календарь, то пишите мне на почту. kabi.spbsobaka.gmail.com Ну а если вы еще и не спонсор, то чего же вы ждете? Кнопку большую красную, наверное, сложно не заметить. Сложно не заметить также и немаленький третий командный центр на мейне спешила, который он поставил до Старпорта. У него классический билдордер, халявный весьма. Но дальше все-таки здесь второй барак, Старпорт тоже есть, заказан в нем Викинг. Ну то есть спешил собирается играть нормальное макро. У него, в принципе, инфы по действиям соперника особо-то нет, честно говоря. А вот у нас она есть. Мы видим, что поставлен Роуч Ворон, и мы видим, что уже готов лейер. И мы видим, что на карте три королевы и нету третьей хэтчери. И появляется где-то, где-то, где-то на мейне Червь Нидуса. Насколько у Блая хорошие шансы его успешно поставить? Интересный вопрос, потому что здесь есть Викинг в этот раз у соперника. Летит он, конечно, первым же делом на самую очевидную позицию, где всегда висит оверлорд. Блай параллельно пробегает лингами. Возможно, отделит от одного. Не рассчитывая или рассчитывает, что спешил не заметит такого мулла. Так, по краешку можно было попробовать. Ну нет, Блай просто убегает лингами, оверлордом он подлетает, скорости у него нет. То есть это очень рискованная штука. И спешил находит оверлорда, и морпехов подводят на мейн. В итоге он видит Нидус, успевает на него отреагировать, бросает сюда рабочих. Может быть, Нидус и успеет. Нет. Ладно, там хороший, на самом деле, запас бы у Террана. И Блай ставит более... Теперь уже консервативный Нидус на натурале. Ну, это, конечно, тоже читается, поэтому спешил, скорее всего, подведет сюда войска. Достаточно ли их будет, это вопрос другой, потому что там 10 рауч и 4 королевы. Это довольно серьезная боевая сила против морпехов. Здесь бункер, он не достроится. Но у спешила уже выходит танк, выходит, раскладывается. Да, и здесь, конечно, тяжеловато Блайу. Его там штучные линги отваливаются сразу. Рауч очень много получает урона. Нету реведжеров пока. Ну, газ-то там вообще довольно активно добывается. Еще одна попытка Нидуса именно на мейн. Ну, и тут, я так понимаю, расчет на то, чтобы раскачать. Чтобы или спешил сорвал юнитов вверх и Блай напал снизу. Или, соответственно, он оставил юнитов внизу и Блай напал бы наверху. Блай высаживается, дает трансфьюзы в Нидус. Нидус выживает. Ставится на этот случай второй. Здесь пока приходится отходить. Спешилу Блаю надо пытаться заходить на этот танк. Он заходит и фокусит его. Ну, готов уже стимпак у Терана. И он просто разрывает вот эту армию зерга, которая успела вылезти из Нидусов. Там доделываются какие-то роучи. Ну, и могут они максимум вылезти из этого Нидуса. Но их на карте всего 9 штук. Сейчас будет 16. Тут уже есть даже медивак. Щиты заказаны. Вы знаете, наверное, в этот раз пошел все-таки отбивается от Блдоблая. И вот когда Блай так его играет... Ну, вернее, когда так здорово его читают, реагируют, по неволе думаешь, да? Ну, что за бред? Ну, все же уже давно к Нидусам готовы. Страта не рабочая. Зачем ее раз за разом катать? Но, с другой стороны, мало ли мы видели игр, где Блай очень серьезных оппонентов обыгрывал. К которым, конечно, относятся и Спешил в том числе. Спешил в итоге просто садится в Даблдроп и улетает. Потому что вполне уверен в том, что подкрепление морпехов и два танка и так защитят его от этих роучей. Просто роучи были порваны в кровавую кашу. Да, Блай не любит сдаваться преждевременно. Возможно, он не совсем прочувствовал момент с дропом. И подумал, что там армия может быть где-то наверху. Но армия прилетает к нему на третью базу. Тут Спешил сканет. Блайчик-то перекинул роучей через Нидус домой. Но у него, правда, раллипоинты на Нидус стоят. Поэтому новые роучи залезли именно в него. И убита хата. Даже не отменена. Она уничтожена. Еще одна попытка Нидуса на мейн. Но Спешилы тут реагируют на отлично. Ну, вот от дропа вроде бы зерк все-таки отбился. И так-то вообще у него 45 рабочих. Но, конечно, по технологиям все очень тяжело. Но похоже, что Блай хочет попробовать последнюю карту. Последнего Джокера. В последнем рукаве. Рукавов обычно, конечно, всего два. Но кто его знает. Что там за современная мода нынче в Украине. Еще и сканет Спешил. Выбивает вот эти опухоли, которые протянулись от Нидуса. Будет, видимо, попытка подземного перемещения. Как-то заползти под танки. Или даже может заползти на мейн. Профокусить. Не, ну, наверное, танки это должно быть. Чисто по цифрам. Опять-таки, боевой лимит соизмеримый. И если бы, например, Спешил неудачно поделил войска. Но он держит всего несколько морпехов на мейн. Шесть штук. Которые должны, если что, Нидус. Отменить. Ну и поползли Роучи. Вот так это выглядит с позиции Спешила. И еще и достраивается у него Турель. Но в итоге подземное перемещение не очень-то и пригодилось. Армия Террена отсюда уже ушла. Кстати, это классная новость для Дерга. У него намечается внезапно размен. Спешил, который ему выгоден, с моей точки зрения. Да, он подкапывается немножко под рабочих. Потому что они блокировали ему проход к пехоте. Но Спешил все равно очень здорово держит эту позицию. И в это время сам приходит в контратаку. Блай тоже вынужден вкрывать, конечно, дронов. Но вот если бы у него здесь были бейны, наверное, могли бы быть шансы. Так это невозможно. Спешил сравнивает счет на романтисайде. Третий решающий сет — карта Pillars of Gold. Чем-то похожая, конечно, на оксид из сета первого. Ну, чем-то это в первую очередь хайграундом на второй базе. Может быть, и стратегии здесь тоже будут похожими. Там, напоминаю, Блай решил сыграть пуш роучами. Воспользовавшись тем, что соперник потерял рипера. Хотя, честно говоря, может быть, роуч Ворон был поставлен даже раньше. И так просто удачно совпало. В любом случае, посмотрим, что и спешил будет играть. Это тоже, конечно, вполне важно. Да, довольно странно, что он против Блая играет такие билды, как три командных центра даже без стерпорта. Раннего смысла. Там потом стерпорт был и викинг был. Ну, ладно, здесь снова барак Газ пока у мексиканского Терана. Ну и Блай с ранними своими дебютами тоже нас не балуют разнообразием. Некоторые другие зерги нас разнообразием балуют. Даже если это разнообразие там всего лишь из двух вариантов, да? В последнее время Газпул стало модно играть. Что-то типа 17-16 или как там их ставят. То, что делает Рейнер и Сэрл, надо будет последить, потому что мы, в общем, еще на Дримхаке, скорее всего, увидим некоторое количество их игр. Запомнить, что ли, эти цифры все волшебные. Но Блай выбирает стандартную хэтчера Газпул без всяких креативов в этот раз. И спешил выходит ставить после Рипера командный центр. Второго газа у него, конечно, пока нет. Эта карта не подходит для механизации особо, поэтому здесь и не приходится нам ждать какого-то подобного высокотехнологичного опенинга. Блайа доделывается пол, заказаны королевы, заказаны 4 зерлинга. Спешил в этот раз решил сыграть с разведкой, но, правда, разведал он только хату как таковую, пока рабочим, но, по крайней мере, он уже знает, что можно лететь рипером. И им, соответственно, смотреть, что там по опухоли. И как вообще угла и дела обстоят? Кидается. Пошел в бомбочку, пробивает дрона. Ну, навряд ли ему этого дрона отдадут. Уже прохладная история. Отступает Рипер. Успешно там, тем временем, факта второй газ. После факта второй газ строится почти всегда, так что тут далеко идущих выводов делать, конечно, не стоит. Иначе вот следующая технология будет очень сложно заказать. То есть вы либо закажете все, что хотели в Старпорте, но не будет газа на стимпак, либо вы вовремя сделаете Старпорт и стимпак, но в Старпорте уже ничего не закажете. Такая вот терановская вилка. Но пока Спешил без третьего командного центра заказывает именно Старпорт. По всему похоже, что тут планируется лаборатория, да. Именно так. У Блая тем временем заказан лейер с двух баз. Третью королеву он построил. Ставит ей опухоль. Ну или, может быть, ставит ей инъекцию. Опухоль ставит вторую. Это не очень важно. И, кроме того, он видит, что гелионы выезжают с базы соперника. Соперник, в свою очередь, видит, что мув доделывается у зерлингов. Вроде чуть позже самого раннего возможного тайминга, но, естественно, очень многие зерги снимают рабочих с газа на Старте. И поэтому, если в ЗВЗ мув лингом это 3.30, то тут где-то 3.40-3.45. Это нормально. Причем, если я правильно понимаю, Блайта со своим лейером лингов, наверное, в смысле рабочих с газа не снимал, но билдордер показал сопернику как бы стандартный. Ну а дальше, это и правда стандартный билдордер, если говорить о стандартах Блая, конечно же. Это роуч, ворон и нидус. То есть лейер построен для нидуса. Скорость роучем нет, никаких лишних вложений. Без смс, без регистрации, просто... Чтобы победить спешила, нужно просто... Построить роуч и нидус. И перебросить все это к нему. Не на главную базу, обратите внимание. Блайд ставит первый нидус перед натуралом. У спешила в этот раз целых 8 гелионов. Он вообще играет в батлкрузера. И, в принципе, батлкрузер вот именно с двух баз без третьего командного центра это неплохой билд против агрессии с роучами. Но в первую очередь, конечно, против агрессии с роучами по земле. Кстати, вообще, при таком количестве гелионов я бы не удивился, если показалось, что спешил играет в механизацию в этот раз. Хоть я и сказал, что вроде бы карты не подходят. Но вот батлкрузер все еще не вылетел. У Терра на серьезные потери по рабочим. У него остается 23. Но 23 это пока играбина. Это не там 5. После которых уже ничего нельзя сделать. И в итоге эти гелионы очень неплохо нажгли. Спешил продолжает их строить. И вот он вылетает в батлкрузер. Королевы все погибли. Агентиэйра у Зерга буквально нету вообще. Две королевы достраиваются дома. Батлкрузер прыгает в контратаку. Именно в этом, как правило, для Терра на заключается главный возможный сценарий к успеху. То есть прыгнуть, не дать скопить королев, запокусить как можно больше дронов. Ну и потом уже просто выбивать все, что плохо лежит. При этом Блай там поднял орбитальную станцию на натурале. Здесь продолжает кушать. Терран выбивает ему еще одного червянидуса. Остается 13 рабочих. На второго батла Спешил накопил. Довольно интересно, что он не стал вкладываться в Баньшу. Баньша появилась бы гораздо быстрее. Она помогла бы справиться с роучами. Возможно, Спешил побоялся, что она не поможет справиться с королевами, хотя их довольно мало. Или уже уповал на такие разменные сценарии, при котором у него ничего не останется, но он, может быть, затащит игру батлами. Мы такие игры изредка видим с вами. Помню, что у Хиро Марина была против Рейнера такая игра. Замечательная. Кажется, на Dreamhack Summer, но я уже не помню точно. Ну и здесь Блай выбивает в лабораторию. Он понимает, что Старпорт он выбить не успеет. Однако, Сэм остается. Зачем-то Спешил приехал Гелионом в контратаку. И он убил своим батлом уже 22. Каких-то там единицы боевых или рабочих. Не знаю. Второй батл есть на мейне. Второй батл улетает. Я думал, следует добить роучей. Но, видимо, Спешил уже просто исходит из того, что, если что, он поднимет здание. И ему просто нужно здесь и сейчас выигрывать игру. Пробивать спорки. Открывать себе хотя бы один угол для атаки по хэтчере. И, ну, Зерго убивать. В принципе, еще есть даже возможность отменить спорки. И таким образом можно будет атаковать минеральную линию. Это еще лучше. Блай продолжает клепать королев. Здесь все по-прежнему. Роучеры уныло пинают здание. Согласитесь, что роучи не очень фееричная атака. Они там тыкают по 14, да? И это и не очень быстро, и не очень мощно, пока их мало. Да, но с другой стороны бывает такое, что у соперника еще меньше. Красное хп на батлах. Может быть, кинуть бы мула, но у Спешила совсем мало ресурсов. Он забирает королеву, но дальше со спорками уже на этих красных хп ничего не сделает. Спешл признает свое поражение. Блай проходит в следующий тур и будет играть с тем, кто пройдет на него. В следующем видео на моем канале мы посмотрим противостояние Скиллоуса и Дарка. И именно победитель станет соперником Блая. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. У микрофона был Каби. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok